7 класс, 6 серия. Уравнение. Уравнение – это равенство, содержащее неизвестное число, обозначенное буквой. Обычно обозначают буквой х. Выражение, стоящее слева от знака равенства, называется левой частью уравнения, а стоящее справа от знака равенства называется правой частью уравнения. Корнем уравнения называется то значение неизвестного, при котором уравнение обращается в верное равенство. Уравнение может иметь один корень, может иметь несколько корней, а может иметь бесконечное множество корней. Как, например, вот это уравнение. Посмотрите, пожалуйста. Левая часть 3х плюс 3 после раскрытия скобок. Правая часть точно такая же. 3х плюс 3. Если слагаемые с множителем х записать слева, получится 3х минус 3х, то есть 0 будет слева. А справа будет 3 минус 3. Тоже 0. 0 равен 0. Верное равенство. Причем равенство будет верно при любом значении х. Итак, это уравнение имеет бесконечное множество корней. А вот следующее уравнение корней не имеет. 2х плюс 5. Это левая часть, а правая часть 2х плюс 1. Давайте перенесем вот это слагаемое влево, а 5 перенесем вправо. Значит, что получится? Слева 2х минус 2х получится 0, а справа получится 1 минус 5, то есть будет минус 4. Это неверно, потому что 0 не равен минус 4. То есть равенство всегда будет неверным. То есть это уравнение корней не имеет. Решить уравнение – это значит найти все корни или установить, что их нет. Уравнение, которое можно преобразовать в уравнение вида а умножить на х равняется b, где х – это неизвестное, а и b – это числа. Так вот, такое уравнение, которое можно привести к такому виду, называется линейным уравнением. Например, минус 0,1 умножить на х равняется 2. Вот это линейное уравнение, х неизвестное, значение которого надо найти. а принимает значение минус 1,1, b равно 2. Вот это уравнение тоже линейное, и это уравнение тоже линейное, потому что, перенося слагаемое из одной части равенство в другую, мы можем привести эти уравнения к виду а. умножить на х равняется b. То есть это линейное уравнение с одной неизвестной х. Так, первая задача. Назовите такое значение а, при котором уравнение имеет бесконечное множество корней. Вот это уравнение в бесконечное множество корней. Обратите внимание, буквой а обозначен параметр, то есть это число, которое может принимать разные значения. х неизвестное. Так, давайте раскроем скобки. Получится следующая левая часть, а это правая. Уравнение будет иметь бесконечное множество корней, если, ну вот в данном случае, посмотрите, 3х и 3х, если минус 15 будет равно 3а, тогда левая часть будет равна правой части. После переноса слагаемых получится 0 равен 0, то есть любое х подойдет, то есть уравнение будет иметь бесконечное множество корней. 3а равняется минус 15, значит, а принимает значение минус 5. Вот при таком значении параметра а уравнение будет иметь бесконечное множество корней. Вторая задача. Сколько различных значений х, при которых верно равенство? Обратите внимание, левая часть – это произведение. Здесь будет 5 множителей, содержащих х. Ну вот это будет, будем считать, что это первый множитель с х, 5 умножить на х. Потом х плюс 7, 1 минус 2х. х минус 4, 4х плюс 1. И значение произведения равно 0. Так вот, каждый из этих множителей надо приравнять к 0, и получится 5 корней. Данное уравнение имеет 5 корней, потому что если хотя бы один из этих множителей равен 0, то равенство будет верно. Поскольку здесь 5 множителей, содержащих х, то 5 корней. Итак, первый корень из 5х равно 0, х равен 0. Второй корень, х плюс 7 равно 0, значит, х равен минус 7, то есть надо приравнять к 0, х плюс 7. Так, третий корень, надо приравнять к 0, вот это выражение, х равен 1,2. Следующий корень, х минус 4 равно 0, х равен 4, и пятый корень будет минус 1,4. Итак, данное уравнение имеет 5 корней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...